Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по четвертой книге Царства. И мы будем сегодня читать третью главу этой книги. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год Исофата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет, и делал неугодное в очах Господних. Хотя не так, как отец его и мать его, он снял статую Ваала, которую сделал отец его, однако же грехов Иерваама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Ну, сразу возникает вопрос, если он убирает Ваала, то каких грехов он держался? Иерваама, основателя Израильского царства. Это поставление в священство людей не из колена Левина. Этот грех повторяют все сектанты, псевдохристиане, которые поставляют священство, сами не имея преемства священства от апостольских времен. И это отказ признавать святилище только в Иерусалиме, в лице Иерусалимского храма. Потому что мы знаем, что Иерваам сделал два альтернативных жертвенника, и вот эти грехи оставались. Меса царь Моавицкий был богат скотом и присылал царю Израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч неостриженных баранов. Но обычно такие подарки — это род Дани. На тот случай, если будет война, то израильтяне будут обязаны поддержать царя Моавицкого. Но когда умер Ахав, царь Моавицкий отложился от царя Израильского, и выступил царь Иерама в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал к Исофату, царю Иудейскому, сказать, «Царь Моавицкий отложился от меня, пойдешь ли со мною на войну против Моава?» Он сказал, «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». Ну, мы знаем, что в случае с Ахавом тоже вместе с Иудейским царством, Израильское царство объединялось. «И сказал, какой дорогой идти нам?» Он сказал, «Дорогой пустыни Идомской». «И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Идомский», тоже присоединился к ним, «И шли они обходом семь дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними». «И сказал царь Израильский, «Ах, созвал Господь трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава». «И сказал Исафат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» Здесь мы видим, что царь Исафат, Иудейский, он ведет себя более благочестиво. Если Израильский только ахает, «Ах, созвал Господь трех царей сих, чтобы предать их в руку Моава», то Иерусалимский царь хочет попросить у Господа, чтобы понять замысел, почему Господь им все это попустил. «И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал, здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Ильи». То есть здесь Ильяху, который лил воду на руки Ильиши, который лил воду на руки Ильяху. А это величие, как мы уже говорили, прислуживать духовным лицам. Такие люди сами становятся духовными. «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Ильи. И сказал Исафат, есть у него слово Господнее». То есть он говорит утвердительно. «И пошли к нему царь Израильский и Сафат, и царь Едомский. И сказал Елисей царю Израильскому, что мне и тебе, пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». Елисей очень резко отвечает израильскому царю, потому что пророки его отца и матери – это лже-пророки. «И сказал ему царь Израильский, нет, потому что Господь созвал сюда трех царей сих, чтобы придать их в руку Моава. И сказал Елисей, жив Господь Саваоф, пред которым я стою, если бы я не почитал Исафата, царя Иудейского». А почему он его почитал? Потому что он потомок царя Давида. «По меня Господи царя Давида и всю кротостью было. Если бы я не почитал Исафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позови мне гуслиста». Гуслист – это музыкант, который играл на гуслях. И вот Ефрем Сирин пишет, «Писание упоминает музыкальный инструмент, который производит звуки или арфу, как написано на еврите, чтобы благодаря звукам музыки все войны могли собраться вокруг него и смогли понять, что их собрали, чтобы поразить врага, чтобы засвидетельствованы были слова Елисея. И когда произойдет чудо, они не смогут приписать его валу или идолам, которым поклонялись, ведь было полно идолопоклонников в войске». То есть любой звук музыкального инструмента как-то сразу объединял людей, они собирались в этом месте и могли стать свидетелями того, что будет говориться. «И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, «Так, говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так, говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш». Вот здесь становится понятно, почему рвы за рвами. То есть один ров для людей, другой для животных. «Но этого мало предачами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменьями. Поутру, когда возносят хлебные приношения, вдруг полилась вода по пути от Идома, и наполнилась земля водою». Это вот на слова Элисея. «Когда мы о Витяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящих пояс, и старшие, и стали на границе». Что значит «относящих пояса?» Имеется в виду припоясанные, могущие носить меч на поясе. «Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, Моавитянам издали показалось, что эта вода красная, как кровь». Действительно, когда солнце восходит, а вот эти рвы были наполнены водой, их было много, то в зависимости от того, какого цвета земля, вода отражается таким цветом. И показалось, что это кровь везде. Такое ужасное видение. Моавитянам издали показалось, что эта вода красная, как кровь. «И сказали они, это кровь. Сразились цари между собою и истребили друг друга. Теперь на добычу Моав». То есть они решили, что израильтяне, иудеи и домляне, они перебили друг друга. И теперь надо пойти и ограбить стан. То есть решили заняться мародерством. И пришли они к стану израильскому, и стали израильтяне, и стали бить Моав, и те побежали от них. И они продолжали идти на них и бить Моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросали каждый по камню и закидали его, и все протоки вод запрудили, и все дерева лучше срубили, так что оставались только каменья в Кир-Харишети. И обступили его прачники и разрушили его. То есть кидали какие-то камни, большой город был разрушен. «И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, взял с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю Идомскому. Но они могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене». То есть принес жертву богам. Это произвело большое негодование в израилетянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Вот в этой голове есть некая сложность. Пророк говорит, что надо поля закидать камнями, и все лучшие деревья срубите, говорит Елисей. И действительно, когда они пришли в землю Маава, они срубили лучшие деревья. Почему пророк Елисей дал такое повеление срубить лучшие деревья и землю, где можно было сеять хлеб, закидать камнями. Дело в том, что есть библейские законы введения войны. Они обнаруживаются в Пятикнижии Моисея, и там категорически запрещается рубить хорошие деревья. Что значит хорошие деревья? Это плодоносящие деревья. И там сказано, когда ведешь осаду какого-то города, то есть вражеского города, то не руби плодоносящие деревья. То есть, да, ты на чужой территории, да, ты осаждаешь чужой город, но зачем рубить плодоносящие деревья? Война-то кончится, а дерево будет плодоносить. И в законе Моисеевым сказано, даже с какой-то иронией, дерево не человек, оно не может от тебя убежать. Почему же Елисей от лица Господня дает противоположные указания тому, что мы находим в библейских законах в ведении войны? Уничтожение посевных территорий и уничтожение вот этих добрых, то есть плодоносящих деревьев. Возможно, это связано с тем, что грехи мавитян превзошли все допустимые как бы возможные пределы долготерпения Божия, и теперь Господь хочет согнать их с этой земли. Потому что далее рассказывается о том, что поразило даже израилетян, когда царь Моавитский приносит на городской стене, чтобы было видно его врагам, во всесожжение своего царственного наследника, сына. то есть это вверх безумия, когда собственного ребенка приносят в жертву этим идолам, чтобы какая-то победа была одержана. И даже израилетяне испытали крайнее негодование, и они отошли от этого места. показывают, что это место непригодно для жизни, потому что демонические страсти проявляются у людей, которые живут в этих местностях, так, что они могут уничтожать даже своих собственных детей. что же хорошее можно найти за этими стенами. Только заклятое, то, что принесет проклятие им самим. Это был, конечно, серьезный урок для израильтян, которые тоже поклонялись истуканам, хотя в тот момент культ Ваала был оставлен в сторону, как мы прочитали во втором стихе третьей главы, но много из того, что насадил царь Ирва, оно еще продолжало существовать.